В Екатеринбурге почти незаметно для горожан и СМИ начался и успешно проходит первый фестиваль советской культуры под кодовым названием «СВД». Протяженный более чем на месяц с 23 сентября по 25 октября этот фестиваль открылся фактически мировой премьерой восстановленного фильма «Классика» документального кинематографа Дзиги Вертова «История гражданской войны». Показ этой полуторачасовой картины, официально российская премьера, которая состоится только 13 октября, собрал Большой зал Екатеринбургского дома кино. Фильм представлял автор восстановленной версии, московский кинокритик Николай Изволов. История этой ленты загадочна и удивительна. Польский еврей Давид Кауфман, взявший в качестве творческого псевдонима украинское слово «Дзыга» по-русски «Волчок», вошел в историю мирового кинематографа как один из первых режиссеров, использовавших динамический монтаж. Его фильм «Человек с киноаппаратом» называют величайшей из когда-либо снятых документальных картин. Его имя ставится наравне с именами Пудовкина и Эйзенштейна. А придуманные им законы монтажа сегодня используют все телевизионщики в мире. Фильм «История гражданской войны» был смонтирован Дзигой Вертовым в 1921 году из кадров кинохроники, снятых им с 1918 года. Как настоящий документалист, Вертов снимал с обеих сторон фронта и Махновцев, и Чапаевцев, и Троцкого, и Сталина. Возможно, это политкорректности сыграло с этим фильмом злую шутку. После единственного его показа на съезде Коминтерна в 1921 году картина считалась утерянной. Вероятно, не для всех, поскольку киноведу Николаю Изволину во время работы по ее восстановлению удалось переговорить с людьми, ранее видевшими этот фильм в оригинальном монтаже. Едва ли в 1921 году. Автор собрал в архивах те же самые кадры кинохроники, которые Дзига Вертов использовал при монтаже своего фильма и соединил их в той же последовательности. Ненайденными остались примерно 10% кинохроники. По отзывам первых зрителей, сегодня, в 2022 году, спустя 100 лет после окончания Гражданской войны, эта лента смотрится очень современно. Современно, по мнению организаторов фестиваля СВД и другие образцы советской культуры, представленные на фестивале. Так, в Музее конструктивизма «Ячейка Ф» состоялась лекция культуролога и бизнес-тренера Георгия Цыплакова с названием «Опережает тайм-менеджмент. Борьба за время в СССР». Организации труда и отдыха советских рабочих в разное время уделялось огромное внимание. Молодая страна в 30-х годах прошлого века покупала в Америке целые заводы – ЗИС, Магнитка, Днепрогэс. Вместе со станками и турбинами в Россию приходили и новые инженерные решения, и новая организация труда. Здесь она дополнялась своими новациями. Позже, уже в новом веке, это назовут тайм-менеджментом и вновь будут учиться этому по американским учебникам, повторяя хорошо забытое старое. Также в рамках фестиваля в парке «Россия. Моя история» состоялось заседание экспертного клуба «Что делать с советским наследием?». Впереди еще ряд мероприятий, среди которых творческая встреча с писателем Александром Пелевиным, лауреатом премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17» и екатеринбургским поэтом Андреем Санниковым. Лекции организатора фестиваля «Стенография» Евгения Фатеева, «Новая Флоренция», «СССР как страна художников» и другие мероприятия. Продолжение следует...